Выполнение программы на C++ состоит из последовательного выполнения инструкции. При этом каждая инструкция выполняется только после того, как была закончена предыдущая. Однако порядок вычислений внутри инструкции не определен. Это важно для сложных выражений, значение которых может изменяться в зависимости от порядка вычислений. Давайте посмотрим, например, пусть у нас есть переменная i, которая изначально пронинциализирована значением 10. И далее мы присваиваем переменной i некоторое сложное выражение, которое зависит от порядка вычислений. Что значит, что зависит от порядка вычислений? Это значит, что если сначала будет вычислена первая скобка, то переменной i будет присвоена значению 15. И при вычислении второй скобки ее значение получится 15 умножить на 4. Если мы будем вычислять наоборот, сначала правую скобку, а потом левую, то значение для правой скобки получится 40, для левой скобки получится снова 15. Но в результате мы получим другую сумму, мы получим 55. Как видим, в данном случае выражение, а точнее его значение, зависит от порядка вычислений. Такие выражения запрещены с точки зрения C-Bi+, и их использование в программе ведет к неопределенному поведению. Это значит, что разработчики компилятора, разработчики языка снимают свою ответственность за то, что будет происходить с вашим приложением, если в нем будут такие выражения. Если есть необходимость объединить несколько инструкций в одно целое, то можно использовать блоки выражения. Для этого нужно объединить несколько выражений, заключив их в фигурные скобки. Кроме того, что такая синтаксическая конструкция позволяет объединить несколько выражений в одно целое, она также обладает собственной областью видимости. Это позволяет определять внутри блоков переменные, которые будут не видны снаружи. То есть я здесь определяю переменную k, которая снаружи будет не видна. Более того, так как это другая область видимости, то в принципе эта переменная может иметь такое же имя, как некоторая переменная снаружи. То есть вот здесь есть переменная k, и мы внутри блока определяем новую переменную k, что-то с ней делаем. И после выхода из блока про эту внутреннюю переменную k все забывают, и мы продолжаем работать с предыдущим значением k. То есть вот эта переменная k, которая здесь используется после блока, она соответствует переменной k до блока. Соответственно, значение, которое здесь присваивается, это 11. Конечно, с точки зрения здравого смысла так делать не стоит, когда у вас в одном кусочке кода будут две переменные с одним именем, но разным смыслом. Использовать такой прием — это достаточно плохая идея.